Здравствуйте, друзья! Продолжаем с вами читать заметки по гео-стратегии Андрея Юрьевича Школьникова. И сегодня у нас «Что нужно для успеха в жизни?» Прям такой тренинг личностного роста получается. По названию, по крайней мере. Теория власти. Раздел. Вокруг каждого успешного человека со временем формируется образ, легенда и эпос, самые яркие элементы которых искажают и затеняют реальные черты, усложняя восприятие. Сторонние наблюдатели и биографы внимательно изучают вехи и условия их жизни, особенности воспитания, образования, этапы работы, профессиональные свершения и т.д. в попытках открыть и описать секрет успеха. После чего множество людей стремятся примерить на себя найденные алгоритмы. Что закономерно завершается неудачей. Если убрать всю шелуху, то окажется, что в требующих интеллекта и везения противоборствах, соревнованиях и играх для успеха, в первую очередь необходимо сочетание следующих качеств и черт. Давайте перечислим. Первое. Это высокий интеллект. Способность объективно и точно оценить последствия, выгоды и риски, как краткосрочные, так и долгосрочные. Второе. Хладнокровие. Отсутствие азарта, влияние эмоций во время игры, битвы, способность вовремя остановиться, хорошее качество, доиграть до конца выигрышную или проигрышную партию, зафиксировать убытки, добить противника и т.д. Третье. Непредсказуемость. Понимание состояния и логики принятия решений противникам, умение использовать эти знания для блефа, неожиданных действий. Детектив. Чем ярче выражены указанные черты, тем более сильным игроком является индивид. И неважно, идет ли речь об играх или реальной социальной политической борьбе. Обладающие данными качествами люди очень часто оказываются успешны в совершенно различных делах и направлениях. И действительно, талантливый человек талантлив во всем. Не нужно недооценивать личности, что сделали себя сами. Пробились на социальный верх и смогли там закрепиться. С другой стороны, не нужно переоценивать людей функций, оказавшихся наверху благодаря отрицательному социальному отбору, полному принятию правил игры и везению. Возникает резонный вопрос, как их различать. За первыми нет всемогущих родственников. Но в их биографии присутствуют эпизоды, когда они явно и демонстративно нарушают принятые для того круга правила игры. Но на их будущее это не влияет. Например, отказались от очень высокой должности, сказав «нет», но не выпав при этом из обоймы и т.д. Наличие подобных эпизодов в биографии – это маркер умения пройти по грани, не перешагнув черты, исправив, компенсировав ошибку или сознательный риск. Проблема в другом. Чаще всего подобные события не видны внешнему наблюдателю, так как он не знает всех принятых наверху правил игры. Факты их нарушения не афишируют, не рассказывают в публичной сфере. Большая часть современных политических лидеров в Европе относится ко второй группе. Зато многие лидеры не Запада – к первой. Последние вынуждены играть с меньшими ресурсами и на более высокой сложности, отчего отрицательного отбора меньше. Кто сильнейший игрок последних десятилетий из политических лидеров в мире? Думаю, уточнять не надо. Интеллект, северное хладнокровие и непредсказуемость практически идеальны. Кого же Андрей Юрьевич имеет в виду? Пишите в комментариях. На высоком уровне требования резко возрастают, важным становятся даже небольшие нюансы. В ближайшие годы масштаб этих событий станет очевиден. Другой пример – Реджеп Эрдоган. В современном мире является сильным игроком. Однако оценка последствий и необходимых ресурсов не идеальна, как и склонность к азарту. Восточный человек. Ошибки у Турции регулярны. Как каждый раз стоимость все выше. Есть все шансы, что текущий демарш обойдется Турции непозволительно дорого. И да, данный перечень черт можно использовать по-разному. Например, девушки могут оценивать перспективность потенциального спутника жизни. Но для этого надо самой обладать такими чертами или соответствующими родителями. Вот так. Спасибо, что дослушали до конца. Пишите в ваши комментарии. Прямо подул северный ветер.